привет друзья это снова мы канал финты и подкаты виктор леоненко александр сувидов и у нас появился 3 дмитрий яшенков ведь ну давай чтоб долго не тянуть давай за динамо наконец-то мы увидели официальную груду мы ждали порядка до 7 месяцев по моему наши клубы не играли официальные игры но как тебе динамо лучше не говорил наконец-то мы увидели потому что мы увидели не увидели ну я могу сказать вот если так коротко три события было у динамо одно событие было как я назвал турецкие авиалинии вот помнишь когда там бусан вот это головой бил спас ну размял давай так говорим у вас полу размял но очень ну не опасно было хотя если бы поскользнулся землю коснулся табу чан уже не спас бы да неплохой удар нового расстояния просто небольшое очень тяжело реагирует но сложился молодец не ну я же говорю что у нас врата ли всегда молодцы потому он наверное наверное опять life life но и не в моде родим о львах потому что он лучше для меня потому что вот именно спас хотя работы я так понимаю что практически и у него и не было что по нашим ну понравилась одна атака да когда вербич не попал по мячу понравился прессинг когда сидорчук опять же не получился удар ну и понравилось что артем беседен до создал такое нервное напряжение у ворот на тяну редких авиалий артем беседен всегда старается но нет такой игры у него может ты помнишь как он мяч накалывал там центре поле когда он подлетел саш ну стараюсь стараюсь все понимаешь это же парень это с не профессия хорошо хорошо давай у тебя спрошу вот где буяльский вчера был скажи мне выпал а ты же стараюсь стараются все смотри он такой не за ним застава посвящим 10 вышли в десяти ром потом остались девятером меньше порезда пропал меньше где-то шапаренко пропал по ночи ранков пропал потом появились вчера восьмером по сути играли забрать опять таки если наконец старались а наверно есть на то причины потому что допустим вчера очень высоко буяльский играл эта позиция как по мне не для него но что-то какие-то задачи перед ним лучешку поставил правильно ну мне как ставил ты забываешь про соперника есть причины еще и в том что соперник это что понятно так себя вольготно чувствовал но больше понимаешь такое ощущение что они у себя дома играли так по идее они ничего не боялись и кстати молодцы но они реально лучше выглядели хотя если брать моменты то у них три асказа граня ничья ну что у них тренер португалец то есть футбол который у нас в шахтере были ты помнишь какие ну выиграли но зато никого не продали он играл у тоже очень опытный тренер допуна согласен у скале согласен да но чуть-чуть младше мир челуческу до 3 который работал одной команды кому он который как сказали дают пресса пишет который может делать команды из ничего вот с нуля собирать новые команды и вчера показали на мой взгляд была абсолютно равная игра без каких-то качель да это команда более технично ноги контролирует мяч динамо динамо скучно ничья и он написал как по тебе скучно ничья для меня не очень скучно ничья потому что были моменты так но за кого надо цепляться по мне но это я согласен с тем что даже когда нет моментов надо тоже забивать но у нас по сути и хорошо давай давайте подробно спрошу есть часть специалистов которые сказали что мы такой фенербакчей до игры должны проходить а я уже сказал это пройдет сайт не подожди а час специалистов сказала же подождите ребята тоже фенербакчей то там я уход кей и серебров давай уже своему не только они говорили о чуи давай есть которые сказали что там одному приснилось что динамо обыграла фенербакчей другой сразу за команды и сказали откуда у нас вот такие эксперты могут все сегодня игоря михайловича вспомним по поводу и висовича но это уже мы будем в ленте ну ты знаешь ты знаешь и вот было видно вот невооруженным глазом для меня вот два тренера бы подготовились лучше чем футболист чем команды реально такую может они вдвоем вышли мы поговорили играть вот так вот если так сказать ну реально было скучно понятно что все старались я с тобой согласен но не яркая игра без какой-то калейдоскопом ты сказал что мы долго ждали а вот много ждали а видят но так мы так долго ждали ты можешь вспомнить свою карьеру ты 7 месяцев не играешь ты 7 месяцев не играешь и выходишь на первую руку ты знаешь что товарищ скигра товарищ скир когда нет на тебя давление когда ты раскрепощешь даже и как будто модно наше это выражение мы под нагрузками все время все время под нагрузками урона как у этого кварцанова бронежилетов беременности я сняли книги не критикую я что я говорю не получилось вчера игра уж про результат вы сами знаете что хотя может мне кажется что вот ответная игра если там не перегорят то на контратаках будет проще играть у нас проблема в динамо вот уже не знаю сколько лет создать момент вот чтобы создать момент хотя бы 12 надо совершить подвиг реально надо совершить подвиг что-то такое и вот это меня не радует а то что там выпали ну да не дают играть тому же там цыганкова шапаренко кто еще там выпал буяльский могли не дать сыграть во первых ты сам говоришь контролировали мяч правильно турецкие авиалинии контролировали контролировали там 60 на 40 рисунок урок было хрен да ни хрена это там не турецкий у кого-то международный аэропорт ну значит международной авиалинии какая разница хорошо-то не допустим позволяют себе даже на таком уровне даже с такой команды как киевская динамо выпустить 17-летнего парня и не просто куда-то витя а в центр центр поля и он неплохо тебе про единственное что он там чуть не наварил себе запомнишь передачу назад она вот это да это хотел чтобы кто-то выжил один-в-од успокоился и стандарты 17 лет ведь так это съезд я говорю это классно у нас 25 молодой а тут лишь 17 лига и по сути ну почти да давай лига чемпионы заметил что наши ребята все равно последний минут 15-20 но уже под водой были особенно по защитникам видно было когда вышли вот эти два парня темненькие с косичками когда они начали там на себя под себя очень тяжело было на то практически все за варны высокий форвард дай под не выпустили таких очень тяжело давай скажем так финтов мы не заметили в этой игре у нашей у нашей команды мы наши будем только разбирать чужой мы в чужой пусть винты делаю а подкаты заслужил забарные помните когда он штрафной начал катиться от житомира и докатился до когда он выбил и докатился лайки до столицы до до чайки до крещатика надо чайки это там надо людям тоже объяснять где чайка то не подумай что чайка хорошо в общем резюмируя игру динамо можем сказать что шансы как были 50 на 50 так и не остались ну не сказал бы что 50 на сколько потому что это на 40 не ну судя так как а себя вот там знаешь вот реально вот чувствовали на поле турки ну ты знаешь вот тут как раз мы не все надежда на контратака не все вот этот правый фланг не понравился до 7 нигерийца я честно конечно ты видел седьмого убежал ладно когда он весь на ваут и за аутом бегал мне как-то мясо не может остановить то убежит ваут ну то финты не получается кстати я хотел беседина подтрунить ну ладно не буду помнишь когда он в центре поля под себя убирал и ноги помешали и мяч помешал у артема самая лучшая остановка мяча до в этом туре в центре поля останавливал мяч подлетел выше 2 мяч не нашли как раньше или выбили мяч и бабушки тоже семечки продают на сделаем скидка первое серьезно первое рада да безусловно но результат 8 и не очень для нас позитивный потому что мы играли дома но шансы остаются они неплохие надо же отметить что оказывается хорошо что мы играем еврокубки больше в польше полный стадион полный у них 12 подожди 20-30 какой 12 ну где-то 20 но у наших на году 20 нас еще 12 наших на а у нас бы пришло 12 но я думаю чтобы витяна фенербакте турков я я в зверю что 10000 пришло не знаю откуда хорошим хорошо шансы есть они неплохие и счет 1 0 нас вполне устроит штамбуле и я ничего я не вижу можно не вижу потенциалу фенербакте от команды с и проверю то не настолько могут прибавить что у нас только шансы ешьте говорю на контратаках вот это вот потому и мы можем выиграть сейчас сказал вас последние лет 20 шансы только на контратаках и ноги на помине динамо точно я имею на мушах тёртых актерс контролировать да а так хорошо давай этот мы ждем от динамо чуть опустимся к ниже вот это эпопея она наконец-то закончилась надголоски еще на надолго будут идти на значение играевича в донецке шахтер и его интервью в котором он сказал что я уже год являюсь кандидатом в кандидаты это вот как нас сейчас дали кандидаты в кандидаты вот я являюсь кандидатом на пол главного тренера шахтера и динамо ничего себе давай его себя игоря михайловича зал отметим игорь михайлович красавец дописал защитился его тридера а теперь мы вот почему бы я придумал вот ленту я сказал севидову давай гови ленту читать и вот сразу же анализировать потому что вот ну надо кто-то же написал одну анализирую сразу забывать нет вот эту хрень кто-то же написал что его целый год с динамо гонялась за явишься вечером вот давай давай тебе вопрос задам вот вот такой смотри вот ты есть ты прошлый раз мне сказал что любому тренеру надо труд дать время да вот это меня собрали тебе тоже если муж куда-то что-то возле подожди надели есть пример вот я тебе сразу на скидку фамилию валерий кривенцов который воспитанник донецкого шахтера много лет проработал с это ну я думаю что чуть лучше чем я вечер в плане юношского футбола ты помнишь надо финал юношкой лиги чемпионов почему ему не дать шаг я думаю что не дали шансы вообще нашим не дают потому что во-первых готовится нашим не дают нет нашим хорошо дают нет но я имею ввиду нашим тренером по сути у нас их много но я считаю что ну можно сказать и так жестко что западло я нашим нашим тренеров смотришь имидж имидж причем если хорошо подожди это не понимал кину я понимаю на тренинге смара до молодого тренера который еще там у него все впереди и говоришь это мой имидж я тебя спрашиваю конкретно чем допустим я вечерить лучше чем кривенцов москва ответь мне вот твое мнение чем он лучше я не знаю я считаю что шахтер нет шахтер гонится за имиджами я тоже считаю что вот два вот этих предыдущих португальца ну кроме того что они выиграли чемпионов но они же никого не продали извини так что тут то я все говорю тут копаться надо очень долго ну и вопрос то как раз не ко мне я вообще хотел сыр ну просто написал что я не готов как не готов 100 лет уже в шахтере я продолжаю вот эту тему скажи мне вот эти вот журналистские штаммы тренер умеющий работать с молодыми вот я тебе задаю вопрос в твоем понятии молодой футболист сколько лет 17-18 17-18 да хорошо пихоленок 25 лет тут молодой парень но может парень он молодой а может выглядит молодой футболиста если уже в 25 уже надо будет ветераном уже вообще-то звездой надо становиться причем он причем давно он сейчас на уровне днепра 1 и звезда я не а что днепр один выиграл подожди они потому что мы обсуждаем пихоленка я говорю о том что допустим тренер от пихоленок раскрылся вот я тебе другу я желаю что он открылся еще ярмалют вот ярмалюки почему его я его лично знаю потому что он воспитывался до последние воду перед тем как перейти в днепр один он был в днепрадзержинске ныне каминское у тренера который как бы там всю округу вся округа вот весь край его знает вот виски николай петрович это я для тебя говорю и вот он сейчас и от 18 лет его покупает англия витя вот это на мой взгляд до умение разглядеть талант и тогда у меня вопрос к тебе возникает смотри ты тренер его покупает англию мне к тебе вопрос видят ты чего а чему на тебя не играл значит не видит потому что не грею потому это для меня понимала это мы еще слишком долго нет и правильную тему занял взял завел взял потому что я все говорю во первых тренер это не только название это вода может у нас люди думают армужке водки да пусть думает ну водка и водка какая разница так ты же не падаешь и не думаешь и не живешь до выпил воспоминают еще один интервью они очень известный футболист написал лучевку до сих пор чужой в киеве ну ты понимаешь что это мы просто пока мне не сама комментируешь меня я не киевляне и не играл за киевская динамо и не был звездой как допустим в ощупь и лучевку бы понял да что я говорю о ващуке не вот-то ты динамовец я отвечу профессионально во первых он не должен нравиться болельщикам и фанатам у него самое главное ну если от меня брать то самое главное чтобы кто-то вырос и продать очень дорого как шахтере и все выиграть все президенту что надо чтобы болельщики за ним гонялись на руках носили нет результат особенно сейчас когда есть шахтер сейчас еще посмотрим вообще сколько еще есть тут может команда любая и кто реально может любая команда сейчас выстрелить причем неожиданно главное потому что так как зала у себя витя ну кто нам подожди хорошо давайте мы для историй будет голова может но хотя бы на твой взгляд может выстрелить я во-первых не люблю угадывать во-вторых я хочу посмотреть причем анализирует ура ведь это анализирует я анализирую нет я не вижу приобретение тренер я анализирую когда я что-то увидел вот вторую игру я тебе могу уже сказать что будет ты знаешь того в кого пригласил кривбас ворс нет я не слежу потому что ты не знаешь уже и верниду принял кривбас это я знаю но я имею ввиду футболистов ты понимаешь что вот у нас вот эти вот и веселья за и веселье чем год гонялись и затем не читать догнали пока я не увижу вот что вот вышел на поле понимаешь потому что подписал давай берем ракицкого кстати уже шахтер уже предпочитали ракицкий джурасик где ракицкий сказали в турцию поехал так он у нас должен был быть потом не будет потом опять быть и ты говоришь кто чё там как может выстрелить это же я тебе так обобщенно говорю что может любая команда картика помнишь может быть это хочу играть обмануть ну вот тоже а сколько писали вот эти наши подсказчики бумага все стерпит ну вот если говорю давай возьмем ермоленко вот тоже написал да я люблю динамо ну я коротко динамо меня там вас катала мой любимый клуб знаешь ну извините я поеду к сергею реброву ну андрей я не против что ты поехал играй хоть на луне ну не говори просто что ты любишь динамо и едешь но это не ко мне удовольствием хочешь я могу взять камеру и пройти вот просто любого человека ну кто там смотрит за футболом не вот просто спрашивать прав или не прав кто тут про все сделать как просто не говоришь не против что наш там это вы до уехал туда уехал наш как это или ты сидишь в поезде проигрыш мимо киева и кричишь киеве я тебя люблю и пошел дальше туда да не просто я не против у андрея я вообще всегда желал всего хорошего как один из лучших футболистов поколения видя андрей ермоленко один из лучших футболистов ты мне не назовешь 5 футболистов на твой взгляд лучше чем ермоленко только их и нету вот поэтому надо с уважением относиться к его выбору эмираты значит эмираты я с уважением отношусь просто не надо говорить что я люблю динамо понятно перейдем неправильно второму трансферу который ну наверно затмил все остальные трансферы сейчас это переход зинченко в финал наконец-то ну сашу можно поздравить можно правда я сейчас уже нашел сашу еще одну сашу нашел просто реально похоже вот посмотрите кто не видел полицейские с рублевки там есть александра бортич вылитый александр зинченко вылитая по поводу арсенала ну ты знаешь что-то я могу честно сказать я хотел бы чтобы это было и хрен знает когда раньше вот реально как бы он был уже считаю сколько раз и сколько он мантик конечно рад видимо только он играл апрель я из-за андрея рад потому что он хоть там будет играть понимаешь потому что он у нас реально он пишет про сборную конечно за сборную ты должен любить играть как не не потому что ты там ведь единство что от нашей радости ничего не зависит потому что мы радовались из-за римчака который переходил на повышение в бенфику команду европейского уровня а там он не играл да но сейчас будет играть может будет сейчас играть то есть каждому каждому фрукту свое время супер зинченко поздравляем ну посмотри полицейский фрагмент ну я все виноват что бубка точнее ребров похож на бубку вылитый ну я же не виноват посмотрите хотя бы с одного региона да дело даже не в регионах просто думала ли мамы просто бубка выше а так ну и быстрее как 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 мы знаем три выше сильнее он же олимпийц ну да а серёга профессионал футбол играл так что тут вот как раз по поводу ковальца давай поговорим ну младшего хотя динамо опять фэйк не фэйк вот почему ленту разбираем сейчас я думаю фэйк а зачем зачем к вверхе подробно продавай по другому спрошу зачем это нужно ковальцу вот колец это не игрок а я еще я добавлю а я все делал бьющий да это игрок думаю контрольный там творящий да утворит на футбольном поле то есть ну грубо давай назовем сейчас поднимем у трансферную стоимость художник на футбольном поле до дворец дворец ну а так она еда на больше больше креатив в александре шел практически весь от него зачем от сейчас ему киевская динамо я могу сказать вот им ты бы словом в шахтер переходит это да тут немножко так потом больше платежа горчат джурасика подписал тут мы говорим что наша школа академия самому самая лучшая в украине какая донецкий шахтер я думаю что и ножом всех своих воспитанников и подписываем джурасик будем стараться нашу академию делать лучше потому что я тоже не понимаю проделать все движется но я то я надеюсь первого числа посмотрим движется или не движется но я движется значит будем проливать я футбол и третат из за академию и этот и тур де франс что там тур до франс нормальных там как раз пока еще я думаю что сегодня от самый наверное будет важный этап горный мне единственно просмотру и потому что очень датчанин у нас сейчас венегор у нас сейчас вышел видя идут в курточках в плащах с капюшоном если и тогда это 22 если будет 19 грязь и один в 6 утра было 14 ты 6 утра встал ну я сегодня пропер прошел до пока ты пропер это как отлично громко сказано вену 10 километров мне кажется это пропер они прошел более новый маршрут продумал провожу надо кругами давать вопрос на вопрос не отвечает но я просто еще один вопрос добавлю а он динамо нужен и вообще на какой позиции лучшим делом это если бы буярского отдали там в америку опять отдали не отдали шапаренко ну 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 сидорчукаш никак не затем сидорчук продлил контракт кстати это тоже надо поздравить поздравляю и игорь михайловича тоже надо поздравить сейчас таких опорных а вот попробуй найти а ты знаешь мне кажется вообще если так вот слушать серегу я кстати могу ему позвонить он же сам написал что если луческо будет уходить я тоже уйду может и 33 года там и луческо будет сейчас в динамо носим ладно тут ковалец кстати и не хуже и шапаренко будет другая специализация но это чистая десятка это вот такой как условно заваров до час заварова поставки вскоре не заставывают саша но докатиться соскатиться отрабатывать до этого ты давай потом 3-0 2 как раньше забейте 3 пока фанкады да пока только под камня я просто говорю что если возьмут то мне кажется что он не хуже будет заманила уровня по уровню в футбол состоявший футболистом как бы но может быть не ты не любишь такие когда там футболист звездами называть кстати сейчас опять я не люблю за звезды против легенд заслужить надо мне ну там же сочи говорится я специально придумал что наших футболистов и сейчас представлять вот на уровне а будет всех записывать и кто чё где играл как выиграл что выиграл послужил и заковальца господи ну ну давай договорим заковальца на уровне он футболист очень-очень хорош хорошего поэтому ну я также очень я считаю хорошим и сына твоего друга хорошим футболистом калитвинцева господи начал тех друзей много калитвинцева но видишь как тот не может найти свою команду серёги ура серёги ромка 19 лет тоже ну тут понимаешь я говорю не каждый хороший футболист может раскрыться в команде а кстати насчет луческу то он может и с импровизировать насчет ковальца он модель игры может другую сделать перестроить может тем более кого леска он же этот может не он же сцепляется за мяч правильно уже хорошо при контаках стати у киева очень немного футболистов которые как модно рик под давлением да умеет задеть мяч очень немного дополняет вот так но мирон богданыч сказал что точно пройдут но я не могу сказать если сейчас только одну сырали мы вторую обыграет русская пеша говорил не так но ну не так уверенно что точно пройдут понимаешь ну точно но это я согласен что можно пройти но можно пройти кого угодно ты знаешь журналистов они могли как-то эти слова интерпретирую я просто говорю я не издеваюсь и отру него я просто говорю что вот он уверен тут ты уверен что они не а он уверен то есть но есть какая-то внутренне уверенность но честко шумели что пройдут у них тоже не у нет думаешь не увидел думаю футболисты должны быть но уже уверены из он ребром же жили по ним или группа для охраны вновь но будут стараться будет делать все возможное чтобы на убийца это самое любимое это самое любимое слово тренеров я хотел чтобы играли то что понятно что турецкие авиалии вчера контролировали мяч ну и ничего и не из не создали принципе по большому от этого удара головой в мужчина так что ну контроль то был мяча понимаешь то же самое тут контроль будет уже дома играя так что тут как как раз но не скажешь что тут на сто процентов мы уверены конечно я вообще считаю что 60 на 40 конечно можно сказать 51 на 49 нашу пользу себя позор да хотелось бы чтобы нашу ну контролировать меня не у нас же был бывают такие игры одни то не выиграем в турции ну потому что у него во первых старое мышление я могу перевести знаешь почему ну потому что все еще мне кажется ежипович думает что на выезде труднее играть чем дома после к вида уже без разницы где хотя там то уже сейчас люди ходят хотя к вид кстати не забывайте он же честь вы еще и посмотрите просто тур де франции он уже сколько вы из расчетах это велосипедистов видно надо же статистику более заразный да согласен на жара везде ну так конечно у нас еще и здравоохранения мы сюда тут просто пока об этом не думаем поэтому мы не болеем начнем углубляться начнем болеть хорошо ведь давай в заключении несколько вопросов вот наши ребята в комментариях там пишут как ты думаешь стоило ли закрывать такой клуб как десна и какая причина вот и может и больше знал деньгах скорее всего нет я не я же говорю я не не думала ли ведь ну вот я не люблю сразу же говорю не задавайте мне таких вопросов я не люблю что там внутри происходит потушу для меня это неважно потому что я ничего не могу сделать если бы я что-то мог сделать поменять потому что там разбомбили до стадиона я думаю что разбомбили это не совсем то причина значит нет денег заря играет запорожье шахтер вот это я согласен что ты объясняешь объясняю шахтер переарестрировался теперь шахтер был донецк потом мариуполь шахтер счастливая шахтер уже приучил всех что он не это не в донецке к сожалению но уже 8 уже привыкли что шахтер в киеве играет динамо играет киеве буду повторять ведь а пока все не запомнить те кто говорят мечтаем вернуться на донбасс арену до сих пор идут вот у тебя нет а я наверно более эмоционально у меня до сих пор идут мурашки по телу когда я вспоминаю после открытия донбасс арены когда весь стадион весь стадион витя весь стадион это сколько тысяч на донбасс арене они переспят курганы темные это такой негласный гимн донбасса и ведь а когда я поет стадион ты себе представить не можешь какие-то эмоции ливерпуль ливерпуль витя поэтому они на весь мир известны вот так же известно было и донбасс арена сейчас донбасс арена в бурьяне я думаю что на данный момент я очень буду сегодня переживать как 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 прочим и вчера и позавчера и завтра наверно за наши клубы ты знаешь что не только киевская динамо но это же срывает ворс клавитя это ты сейчас обидчивым я так понимаю объясняю за которые все думаю что мы тут все против всех и он заметил он тот и против витя ворска ну к скрипник конечно ворска заря дни это это все команды это наши команды я кстати мы с тобой в последней передаче говорили за женю красненького там он записывался с ним да там есть причина перехода я не могу говорить потому что это не мы не лезем туда но есть вещи которые как бы мы знаем но говорить их нельзя потому что это не наши там услуги почему говорю что объясняйте людям чтобы не было вот этих вот всяких фейков переда пересказываний вот просто пошел объяснил и все и все успокоились наверно не все вещи можно объяснять ведь но если не все значит все равно надо сказать я не могу вот час вот это вот сказать и ну надо все равно говорить с болельщиками надо давай в конце вот сборила для болельщиков написал этот почетный президент днепраги официальное письмо ну да проромистра перехода ведь может быть это не красиво сейчас время такое все на нервах все равно если ты президент если ты президент клуба но все-таки нельзя так ну позвони так скажи да ну а конечно так напихая на это если возьмут раньше вот я тебе по секрету скажу ни один сказал журналист достаточно известный популярный журналист за что вы так любите иностранцы вот вы берете интервью знаешь он сказал вот я беру интервью и вичевича его хочется поцеловать он так классно говорит так заворачивает что даже если ты в чем-то сомневался но тут теперь уже ни в чем не сомневайся вот этому надо учиться я к чему не против и вичевич или кого-либо этому надо учиться потому что тот мир тебя учетку вчера да у нас 20 футболистов у них 30 а выходит всего 11 ну и в чем смысл только мир те наверно знает что он хотел вложить эти слова как больше вариантов я думаю витя да выходит а всего 11 но я могу где-то у тебя 15 мне 12 и ты можешь поменять четырех а я всего одного но опять так я же говорю никого мы не осуждаем меня и не не дай бог не критикуем просто есть вещи которые допустим не всем людям понятны но мы стараемся нашим зрителям это объяснить донести очень простым языком поэтому будут у нас еще события я думаю что скоро мы увидимся сейчас очень наконец-то пойдут череда таких событий ира 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 игра я думаю что это не последний счет трансферы в том числе в украине поэтому ребят спасибо что были с вами подписывайтесь комментируйте нравится не нравится ставьте там как как ты любишь эти лайки я не разбираюсь и не лайках не в этих ведь и вообще галочка кнопочка как это алиев сказал какие-то кнопочки еще есть вы не забывайте знака делаю виктора леоненко и я думаю что скоро увидимся пока ребят до свидания а